Пожалуй, ни одна омская пресс-конференция не собирала столько журналистов, сколько сегодня пришло на берег Иртыша. Операторы бьются за удачную точку съемки. Местный блогер ведет прямую трансляцию. Все ждут водолаза, который нырнет прямо в полынью и скажет, что там. Водолазы ищут клады. Только кладов нам не надо. Нам, а мечам, журналистам нужны ответы на вопросы. Почему Иртыш этой зимой так и не замерз, когда стояли 30-градусные морозы? Соли аммония, которые в воде нашла прокуратура, зимой накапливаются естественным образом из-за отсутствия планктона, заверили эксперты. Версию, что полынью могут спровоцировать выбросы из коллекторов, промышленных стоков или ливневки, в Минприроды исключили. Есть под Ленинградским мостом канализационный сток, из которого течет тоненькая струйка, но не может она стать причиной такой полыньи, говорит Александр Матненко. Погружение покажет в данном случае. Очень важно, что это действительно может быть какая-то терра инкогнито, потому что никогда таких работ не проводилось. Но раз такой высокий градус внимания, действительно долго это явление продолжается, нам надо исключить, еще раз повторю, наличие какого-то неучтенного объекта, неизвестного нам объекта. А это может быть незарегистрированная какая-нибудь труба? Еще раз говорю, любая вероятность существует, хотя она не велика. Версии возникновения полыньи постепенно отсекаются. Сейчас главное природное. Из-за искусственной преграды моста могло измениться течение реки. Вкупе с предполагаемым подъемом дна это могло дать эффект турбулентности, когда теплая вода поднимается наверх и мешает образованию льда. Я отношусь к этой версии с юмором, честно говоря. То есть тех данных, которые мы обладаем, они говорят о том, что люди, по-моему, фантазируют. То есть легче предположить, как некоторые пишут в сети, что инопланетяне тут как бы прилетели. Либо еще версия меня позабавила, что здесь пролетают самолеты, а рыбки пугаются и вот там от волнения нагревают воду. Эколога Кострева привлекает версия с теплой водой, которая поступает не из трубы, это было бы явно заметно, а из какого-то рассеянного источника. Доказать или опровергнуть предположения должны ученые, сделав расчеты. Непонятно, чего тянут. Тем более, по словам временного министра Матненко, полынью под Ленинградским мостом замечали и в прошлые годы. Каждый год на лыжах катаетесь? Обязательно. А полынья часто? Вот помните раньше в годы, чтобы она была такая? Вот этого не было. Это два года назад только. Летящей походкой водолаз возвращается со дна Иртыша. Под водой он пробыл считанные минуты. Докладывает, глубина в полыне 5 метров, течение сильная, видимость нулевая. То место, которое я обследовал, представляет собой песчаное дно ровное. Никаких объектов я не обнаружил, но, скажу сразу, участок был не сильно большой, потому что такие сложные условия не позволяют отходить от узкого конца. Своё погружение водолаз снимал. Видео обещал выложить в соцсети, чтобы любой амич мог посмотреть своими глазами. Для серьёзного обследования одной камеры недостаточно. Есть оборудование, которое может исследовать акваторию на большом расстоянии – от ЖД-моста до места впадения ами. Но пользоваться им можно лишь летом. Анна Рыбина, Сергей Гаврилов, Антоносим.